Сегодня, 6 июня, в нашей стране отмечается двойной праздник – День русского языка, а также день рождения одного из самых великих поэтов – Александра Сергеевича Пушкина. Эти две даты связаны не случайно. Считается, что именно Пушкин стал основоположником современного русского языка, на котором мы разговариваем в 21 веке. Всем, кто родился в России и для кого русский язык является родным, несказано повезло. Мы имеем возможность наслаждаться творчеством поэтов-подлинники. Но даже несмотря на трудности перевода стихов на иностранный язык, благодаря мастерству и таланту переводчиков, произведения Александра Сергеевича получили признание далеко за пределами нашей страны. Пушкинский день с таким же успехом, как и в России, отмечается на всех континентах мира, и даже в Африке, где находятся корни Александра Сергеевича. В день рождения поэта в Славянской межпоселенческой библиотеке для юных славянцев провели познавательный урок, на котором познакомили ребят с биографией писателя и его произведениями. Саша начал сочинять стихи очень радо. Когда ему было три года, мальчик любил и посмеяться, и побегать. И к семи годам очень хорошо говорил по-французски и читал. И стихи даже на французском тоже сочинял. Иногда он не мог заснуть, и спрашивали, Саша, почему ты не спишь? А он говорил, я стихи сочиняю. Среди ребят нашлись те, кому давно нравится творчество писателя. А из беседы с библиотекарем они узнали еще много нового. Пушкин – это великий писатель. Он для меня самый любимый. Когда я узнала стих «Лукоморья дуб зеленый», мне этот стих понравился. Узнала, что он не только писатель, но он еще и сочиняет стихи сам. И в детстве он очень любил свою бабушку и его няню Арину Родионовну. За свою непродолжительную жизнь, всего 37 лет, Пушкин написал свыше трех тысяч произведений. Это и поэмы, и романы, сказки, повести, статьи и, конечно же, стихи, которые знает и помнит каждый житель нашей страны. Пушкин – это наше все, сказал как-то еще один русский поэт Аполлон Григорьев. В честь Александра Сергеевича названы улицы и площади нашей страны. Его имя носят институты, театры, библиотеки. В нашей стране Александр Пушкин и его творчество известны каждому человеку – и взрослому, и ребенку. И для многих он до сих пор жив. Ведь память о нем бессмертна.